В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Александр Полоев. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы подводим итоги дня. 700 тысяч гривен отобрали трое вооруженных мужчин у инкассаторов, обслуживающих уличные терминалы онлайн-платежей. Происшествие случилось в половине пятого утра на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины за рулем ждал напарника, который пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, остановившегося неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья. К счастью, никто не пострадал. Уже через несколько часов нападающих из сумки с деньгами нашли. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишение свободы. С места событий и подчас низки невыкладных обшуков были выявлены речевые доказы причетности их до разбийного нападу. Наразі злоумышленники затриманы в порядке статей 208 Криминально-процессуального кодексу Украины. Вырешившие все питания проброняем за побежного захода. Пожар на Решильевской 33, где расположенный Урбан-Мьюзик-Холл и терминал 42, произошел около 4 часов дня. Людей здания эвакуировали. По предварительной информации, возгорание произошло в подвальном помещении в результате короткого замыкания щитовой. На место прибыли 4 пожарных расчета, огонь ликвидировали быстро. В целях безопасности во всем доме отключили свет. Пьяность и с настоящим арсеналом. Полиция охраны примерно в 4 утра на Семена Полея остановила мужчину на Мерседесе Гелендваген. Когда приехали патрульные, водитель прошел проверку на драгере. У него обнаружили 1,16 промилле. Правоохранители осмотрели внедорожник и нашли там гранаты F-1, РГД-5, запалы, штык-нож, кастет и огнестрельное оружие. Еще один предмет, похожий на пистолет, обнаружили правоохранители во время отработки вызова о нарушении правил дорожного движения на улице Исха Карабина. Как стало известно между заявителями группой лиц, там произошел конфликт. У одного из них и обнаружили оружие. Регулярные медосмотры студентов из КНР, закупка респираторов, а также дополнительные средства на медикаменты и аппараты для медучреждений. На спецкомиссии УГА чиновники определили комплекс профилактических мероприятий, а также план действий, если коронавирус попадет в регион. Как отмечают медики, использование спецреспираторов на 95% позволит избежать заражения. Их стоимость 20 гривен, однако в Одессе в свободном доступе их пока немного. Планируют закупить максимальное количество в Днепре. Апелляционный суд Одессы не удовлетворил просьбу наложить арест на место застройки по адресу Гагаринское плато 5. Напомню, там планируют построить жилой комплекс Unity Towers. Местные жители говорят, согласно генплану, там должны были построить детский сад и школу, поэтому неоднократно митинговали и даже перекрывали дорогу грузовикам. Записывали обращение к президенту. К удивлению одесситов, пришедших на открытое слушание, на суде представитель горсовета не поддержал арест участка. Гагаринское плато, на думку Одесско-местерского района, я считаю, что не есть взагалі доцельным такий заход, как ареш, в частности, на земельную дельянку на данный час. Городской совет, нарушая свое же решение о детальном плане территории, о детальном плане забудовы, отдает, по сути, на забудову 15-этажными высотными бетонными дурами. Там еще пять этих дур будет стоять. То есть там будет реальное гето, там не то, что жить, там дышать будет нечем. Жители Гагаринского плато говорят, останавливаться не будут и до 3 февраля подадут еще одну апелляцию на последнее решение. Прокурор же должен к этому времени подготовить больше доказательств. Память героев битвы под Крутами почтили возложением цветов к мемориальной доске одесситов Юрия Ивана Лип. В этом году в Украине отмечают 102-ю годовщину события. Бой между отрядами большевиков и бойцами Украинской Народной Республики состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты. На стороне УНР было примерно 400 бойцов, среди которых было много студентов, а вот силы противника количественно преобладали почти в 10 раз. Столкновение продолжалось около пяти часов и закончилось поражением. У УНР, почтить память погибших под Крутами, пришли представители власти, духовенства, учащиеся военно-морского лицея и неравнодушные одесситы. Я лично не считаю этот бой програнным, потому что наступ на Киев большевиков был затриман на 6 дней. За этот час уряд Украинской Народной Республики встыг принять участь в перемогах в Брест-Литовске, в нынешнем Брест, на территории Белоруссии. И Украина стала субъектом международного права. Благодаря этому Украина вышла впервые в мир как государство. Память героев Крут почтили и курсанты военной академии. Накануне памятной даты они выстроились у Дюков, в слово «круты» и зажгли фонарики. Всего в акции приняли участь около 400 курсантов. «Слава Украине! Героям слава! Бог Украина! Бог Руси! Слава нації! Смерть врагам!» «Такие заходы важнее проводить, потому что, чтобы наша украинская молодь понимала, что когда-то такие хлопцы, как они, клали душу за формирование Украины. Сейчас нужно также понимать, что идет какая-то война, и нужно понимать, что есть враг, и нужно бороться». «И мы просто хотим сказать всей Украине, что мы помним эту дату, мы шинуем наших героев. И не даром курсанты военной академии запрошены, потому что как раз 102 года назад как раз героичные молодые хлопцы стояли круто, и поэтому мы запросили военной академии. Это такой вот символизм». Не просто хобби. Одесские повара-юниоры готовятся представить Украину на необычной Олимпиаде – кулинарной. Масштабные мировые соревнования проводятся раз в 4 года. Интересно, что за 25-летнюю историю конкурса наше государство еще никогда не принимало в нем участие. Как готовится команда к визиту в Германию и с какими сложностями сталкивается на родине, Екатерина Валянская узнавала. До отъезда в Германию чуть больше двух недель национальная сборная поваров-юниоров, которая, кстати, полностью состоит из одесситов, тратит это время на проработку мельчайших деталей. Сколько понадобится ингредиентов? Как все успеть? Каждый в команде должен знать свои обязанности. «Моя задача – организовать правильную работу, чтобы мы успели все по таймингу, вовремя сделать, распределить обязанности ребят. Ну и, соответственно, самому не стоять». Несмотря на статус юниоров, большая часть команды уже добилась успеха в профессии. «У нас в команде есть и су-шефы, и у нас есть и шефа уже есть, есть обычные повара, есть те, кто еще не работают, но учатся дома, там готовят. То есть есть разные ребята. Есть те, кто постоянно на чемпионатах выигрывает, первые места занимает. Сейчас мы хотим показать нашу страну и показать, что мы способны тоже что-то доказать другим людям, другой стране, что мы тоже умеем готовить». Команде предстоит приготовить на мировой кухне 230 блюд в двух номинациях на «Все про все» по 8 часов, от заготовок до сервировки. Однако сейчас юные повара занимаются еще и взрослыми вопросами. Где взять средства, чтобы планы воплотились? Ведь почти все оплачивают самостоятельно. Исключение – посуда, униформа и продукты. В Украине тут помогают немногочисленные партнеры. Но продукты в Германию брать запрещено. «Проблема составляющая – это переезд, проживание и купить продукты в Германии, потому что отсюда ничего нельзя везти. А в Германии это все стоит очень намного дороже, потому что та же утка, которая стоит здесь, грубо говоря, 200 гривен за килограмм, там она стоит 30 евро за килограмм. Это сейчас образно говорю. И там цены на порядок больше. Там нам выйдет все где-то, мы считали, 2-2,5 тысячи евро. Проблемно». «Ребята едут на очень ответственные мероприятия и понимание того, что просто ими гордятся. Это очень важно. Это важно, когда ты выступаешь со своей командой, когда ты представляешь команду под украинским флагом. Для команды написан специальный гимн украинский». Чтобы мечта молодых талантливых поваров представить Украину на самом престижном мировом кулинарном конкурсе стало ближе. В фонд команды собирают средства. Реквизиты вы видите на экранах. А уже в эту субботу в ресторане по адресу «Греческая, 5» пройдет дегустация блюд от команды. Вход по добровольным взносам. Деньги также направят в фонд. Екатерина Валянская, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Каким увидели этот день корреспонденты Седьмого канала, следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцами интересного события, звоните по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой.